Доброе утро всем тем, кто продолжает встречать новый день в нашей компании. В студии Екатерина Славянская, Дмитрий Степанищев. Здравствуйте. Мы хотим вам рассказать о приятной новости. В Краснодарском художественном музее имени Коваленко открылась выставка работ Александра Родченко. Вот об этом поподробнее мы поговорим с куратором выставки, с правнучкой фотохудожника. Я даже не знаю, как назвать. Это такой человек возрождения. Да, Екатерина Лаврентьева. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Я почему не могу определиться, потому что я когда читал биографию, он и дизайнер, он и художник, он и скульптор. Совершенно верные слова. Это человек, который на протяжении всей своей творческой жизни искал себя и отрабатывал основные свои конструктивистские принципы, которые он, собственно, сформулировал еще в начале 20-х годов. И прекрасно это доказал, что есть некое зерно в искусстве, которое можно использовать во всех жанрах и видах творчества. Екатерина, но если говорить об открытии выставки, вообще много краснодарцев пришло? Мне кажется, очень много. Мне просто, на самом деле, трудно судить их принадлежности и по цифрам. Но зал был набит битком, и люди с интересами. А как реагировали? Я просто поясню. У нас недавно в гостях был арт-директор фестиваля «Фотовиза», в рамках которого это все выставляется, Ирина Чмирева. И она сказала, что Ротчинга – фотохудожник, известный во всем мире, но которого мало знают в России. Мне кажется, проблема в том, что не знают фамилию, но снимки абсолютно все известны. То есть даже это видно было по реакции людей, как они смотрят на ту же серию под названием «Спортпарад». Они узнают. Они могут не знать автора, но снимки того же пионера, снятого в ракурсе, знают абсолютно все. Ну, это правда, потому что я даже когда к интервью готовился, думаю, Ротчинка, Ротчинка, вот как раз мы видим сейчас фотографии. Я в поисковике вбиваю, смотрю, и мне выскакивают фотографии, и я думаю, а так я же их знаю. Действительно, может быть и так. А за рубежом? За рубежом совершенно точно знают и ценят, и принимают. И на самом деле выставки Ротчинка за рубежом, они, собственно, еще в 30-е годы и даже в конце 20-х были. Не личные, персональные, а свои работы через такую организацию под названием «Вокс» он и его коллеги, они отправляли. Так сказать, есть каталоги, где запечатлены его участия. А подскажите такой момент, как вы считаете, в чем секрет гениальности? А секрет гениальности в том, что он назвал экспериментом, это раз, не бойтесь экспериментировать. А второе – это умение видеть по-новому самые обычные вещи, об этом он пишет в своих дневниках. Ну и, конечно же, его знаменитый принцип ракурса, вот этой форсированной перспективы, которая искажает обычные предметы и превращает реальность в такую своеобразную загадку. И, кстати сказать, в журнале «Пионер» в 1933 году была опубликована фотозагадка от Александра Родченко, где была такая смешная заметка, что к нам приходил фотохудожник, он оставил снимки, но не сказал, где верх, где низ. То есть вы можете этот эксперимент проделать, повертеть один из снимок из серии «Дом-21» на Мясницкой, и вы поймете, что там нет земного притяжения. То есть это абсолютно такая... Мне кажется, сейчас половина наших зрителей сразу пойдет, побежит к компьютерам, на смартфонах начнет искать и проверять. Екатерина, ну, на самом деле, давайте так, вот пять лет назад, когда видеографы различные, да, там, молодежь начала снимать, заваливая горизонт, играть с перспективами, и все говорили, ой, это такое новое, это все такое интересное, без вот этих прямых панорам. И берешь фотоработы, да, вашего прадедушки, смотришь, ага, сто лет фотографиям, это сделано, это он делал, это... Вот что это, вот на ваш взгляд, да, это нежелание идти по проторенным дорогам, как это было принято тогда, это желание, это чувство времени за сто лет до, вот как бы вы это сами определили? Вы имеете в виду, почему он был новатором или почему? А, вот откуда, вот что это, вот что это, как вы охарактеризуете? Ну, на самом деле, это действительно такой человек-личность с большой буквы, и человек, во-первых, занимавшийся самообразованием постоянно. И его, так сказать, вот эта вот тяга к эксперименту и работа на будущее, об этом даже его коллеги говорили, что это человек, который предвосхитил многое, что будет сделано потом, поэтому ему так трудно, поэтому, так сказать, он не может иногда найти поддержки. У него, собственно, вышла в начале 90-х книга, собственно, уже даже не у него, это, так сказать, издание семьи, опыты для будущего, дневники и письма Александра Родченко. Ну, собственно, название говорит само за себя. Ну, и ваша фраза о том, что лет пять назад были похожие опыты, это говорит только о том, что это все постепенно, да, востребовано. Вот очень важный момент, не только фото-выставки, вы передаете часть его работ музею Коваленко на вечное хранение в Краснодар. Почему? Я смотрел, у вашего прадеда ничего не было связано с Краснодаром, он родился в Петербурге, работал там же. Ну, на самом деле, с одной стороны, его отец был казаком, может быть, это какая-то дань. Но на самом деле, просто это семейная традиция, что если есть какое-то место, которое устраивает выставку, которое принимает семью, принимает художника, то, в общем-то, в качестве благодарности вполне может быть такой жест. И потом коллекции должны пополняться. Это просто рост музеев, да, и необходимость, и такой шаг по развитию всей музейной культурной инфраструктуры. Екатерина, спасибо вам огромное за то, что нашли время, пришли к нам, и огромное спасибо за то, что привезли работу в Краснодар. Я думаю, что... Многим краснодарцам это интересно. Будет интересно, и отбоя, да, от посетителей не будет. Спасибо огромное. Мы собечали показать. Спасибо. Если вы не успели на начало интервью, ищите его на сайте kuban24.tv. Вскоре он там обязательно появится. Но сейчас прервемся буквально на пару минут. Никуда не уходите.